Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сохранить меры поддержки местных СМИ до сентября, снизить для них ставки по налогам, не наказывать за нарушение условий лицензии и снизить плату за трансляцию сигнала. Президент Фиатской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко уверен, что помогать СМИ необходимо властям федерального уровня. Если возложить это на регионы, то окажется, что более богатые смогут поддержать, а остальные вряд ли. Говорит он, отмечая, что СМИ необходимо рассматривать не как субъекты бизнеса, а как социально значимый институт, позволяющий обеспечить свободу доступа к информации для граждан. Программа Экономика. Вятская епархия хочет помощи от государства из-за коронавируса. Об этом шла речь на встрече митрополита Марка с настоятелями кировских храмов. Они решили написать обращение к патриарху московскому Евсеяру Секириллу и президенту Путину с просьбой включить религиозные организации в число тех, на которые распространяются меры социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса. Экономика. На 101. Вложение в жилье – это один из способов защитить дешевеющие активы, так считает коммерческий директор СЗК Стэн Александр Дмитриев. По его словам, если еще месяц назад большинство покупателей приобретали квартиры в ипотеку и только 10% за наличные, то сейчас 90% людей приходят с накопленными деньгами, рассматривая такой шаг как инвестиционный. Тем, кто размышляет о вложении средств, эксперт рекомендует покупку качественной недвижимости в развивающихся районах города лучше в кирпичном исполнении. Экономика. Далее информация от наших партнеров. Больше третий жалоб кировчан в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителей касается покупки смартфонов, одежды, технически сложных изделий. Их за прошлый год поступило больше тысячи. Директор Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров, чтобы разрешить проблемы с продавцами с наименьшими затратами нервов и времени, рекомендует подготовить письменную претензию. Если вы придете с телефоном, они у вас его заберут, куда-то отправят. Вам скажут, что все нормально у вас. Не надо сразу все им отдавать, лучше напишите претензию. И на консультацию обратитесь к нам, например, в Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Мы осмотрим, если там действительно есть недостаток, тогда есть смысл вам бежать в магазин, в суд или еще куда-нибудь. Консультация недорогая. Ваши расходы по консультации, по экспертизе, они вам вернутся потом либо через суд, либо добровольно с магазина. Мы объясняем. Человек уходит с пониманием того, есть смысл дальше идти в судебную разбирательство или нет. Кировский региональный экспертно-оценочный центр предлагает большой перечень услуг по независимой экспертизе товаров, начиная от одежды и обуви, заканчивая телевизорами и автомобилями. Компания имеет большой опыт работы, штат специалистов, также работает с опытными юристами, которые могут помочь в суде. Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловская, 52, телефоны 64-5004-444-861. В завершении о валютах. Доллар сегодня 74 рубля 71 копейка, курс евро 81-28. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эрхономика» на 101ФМ.